Приветствую вас, друзья, на канале интернет-магазина пряжи и товаров для рукоделия Клубки в корзинке. Я вот тут осваиваю разные техники для того, чтобы разнообразить свои жаккардовые изделия, и вот решила поделиться с вами очень-очень простым набором петель на спице. Крайне простой набор, нужно совсем немного знать о техниках разных, то есть подойдет для самых-самых начинающих, но выглядит, как вы видите, здорово, и, мне кажется, добавит в изделие профессионализма, какого-то артистичного взгляда, поэтому пользуйтесь на здоровье. Давайте не будем затягивать надолго и посмотрим, что нам понадобится, а также приступим к вязанию. Для того, чтобы показать вам, как выполнить этот набор, я буду использовать два цвета пряжи Ольга. Это шерстяная пряжа, ею мы с вами вязали брюки, правда, крючком. Мне пряжа понравилась, очень неплохо в качестве для своей цены. На нее я ссылочку оставлю в описании к видео. Также мне понадобились спицы, у меня это спицы номер 3, и в дополнение можно взять крючок, если спицами вам будет совсем неудобно. Первым делом я делаю первую петлю, вот так, делаю вот такой вот крестик, ввожу в колечко спицу и вот так вот захватываю ниточку, вытягиваю, и вот получается кольцо. Делаю его сразу двумя ниточками, светлой и темной, давайте я их так и буду называть. Светлая ниточка и темная ниточка. Беру вторую спицу, слева у меня получилась темная ниточка, справа светлая. У вас может быть наоборот. Ввожу спицу между петлями, вот так. У меня обе ниточки на пальце, обе рабочие. И вот я смотрю, какая петля у меня последняя, которая правее, она у меня светлая. Это значит, что я беру темную ниточку, захватываю и вытягиваю между петельками, вот так. Затем вешаю ее, получившуюся петлю, на левую спицу. После чего перекручиваю светлую ниточку и темную. Беру светлую, темную пока оставляю внизу. Ввожу спицу между светлой петлей и темной. Смотрю, чтобы и с изнаночной стороны, и с лицевой все было правильно, нигде ничего лишнего не зацепить. Захватываю светлую ниточку и вытягиваю ее на лицевую сторону. Затем вешаю на левую спицу. Снова перекручиваю темную и светлую ниточки. Кладу темную на пальчик. Светлую пока оставляю. Между последней и предпоследней петлей ввожу спицу. Захватываю темную ниточку. И протягиваю. Еще разочек. Протягиваю на лицевую сторону. Вешаю ее на левую спицу. Снова вот таким вот образом перекручиваю. То есть как бы от себя. Кладу светлую ниточку на палец. Темно отпускаю. Ввожу спицу. Между последней и предпоследней петлей. И захватываю светлую ниточку. Вешаю ее на левую спицу. Снова меняю местами. Перекручивая как бы. Наши ниточки. И ввожу спицу. Между последней и предпоследней петельками. Проверяю как там с изнанки. И вытягиваю ее на лицо. Видите, петелька расслоилась. Поправляю все. Если вам неудобно делать это все спицами. Можно взять крючок. У меня здесь большеватый крючок. Не сказать, что будет совсем удобно. Крючок, конечно, лучше подобрать по размеру. Но крючком тоже удобно. И еще такой момент. Если вы потерялись, какую ниточку сейчас нужно положить на пальчик, а какую отпустить. То посмотрите, какая петля у вас последняя. В моем случае темная. Это значит, что надо противоположного цвета ниточку положить на палец. Это значит, что темная внизу, светлая на пальце. И так ввожу крючок. Но опять же повторюсь, что у меня здесь большеватый, он не слишком удобно. Просто сейчас неохота идти уже за тоненьким крючком. Вот так. Ввожу его, захватываю рабочую ниточку и вешаю на левую спицу. Меняю ниточки местами таким же образом. Ввожу крючок под петлю и захватываю рабочую ниточку. Вешаю ее на левую спицу. Подтягиваю. Снова меняю местами. Как бы перекручивая. А если вы обратите внимание, здесь ниточки тоже закручиваются. Специально хочу вам показать. Не пугайтесь. Просто нужно будет раскрутить их. Но если не перекручивать нитки в одну сторону, то не получится красивой косички на изнаночной стороне набора. Подтягиваю. Затем перекручиваю ниточки. Ввожу крючок под петлю. Захватываю. И вешаю на левую спицу. Тут видите, у меня крючок большой, поэтому нужно подтянуть. Снова меняю местами. Так. Снова меняю местами ниточки. Проверяю, чтобы с изнаночной все тоже захватить. Ничего лишнего. Крючком делаю, спицами уже теперь не так удобно. В общем, таким образом получается. С лицевой стороны выглядит вот такой вот красивый край, как бы скрученный. С изнаночной стороны выглядит вот так, как косичка. И вы можете для своих изделий использовать абсолютно любую сторону, в зависимости от того, от того, какую вы хотите использовать, да, как вы хотите, чтобы оно выглядело, чтобы оно косичкой смотрелось, или жгутиком таким. В принципе, это тот же самый жгутообразный набор. Мы, наверное, его с вами уже изучали. Он абсолютно простой. И одним цветом его набирать еще проще, чем двумя. Ну, вот так двумя цветами мы с вами набрали петли на спицы. Что ж, я надеюсь, вам понравился этот урок. Он был вам понятен, интересен и полезен. Не забывайте подписываться на канал. Здесь еще будет много интересных наборов, в том числе и цветных, в том числе и много лайфхаков для жаккардового вязания, для цветного вязания спицами. И также много уроков по вязанию крючком тоже запланировано будут выходить. А с вами была я, Юля. Интернет-магазин пряжи и товаров для рукоделия. Клубки в корзинке. Клубки в корзинке.